МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Посфактум». Молодой барановичанин на БМВ заехал на брусчатку для позерства, а в итоге получил три штрафа. На просторах интернета появилось видео, где на пешеходной улице Советской в городе Барановичи припаркован автомобиль БМВ. Сотрудники ГАИ Барановичского ГУВД установили личность водителя. Им оказался 23-летний житель города Барановичи. На водителя составлены административные материалы. За невыполнение требований дорожного знака въезд запрещен, за движение по тротуару, а также за остановку стоянку автомобиля на тротуаре. В связи с тем, что идентификационный номер автомобиля вызвал подозрение на подлинность, автомобиль нарушителя помещен на охраняемую стоянку. В днях я решил записать видеоролик на брусчатке с подсветкой огоньков. За это получил административное наказание. Никому не советую повторять данные поступки. Может плохо обернуться для вас. 19 марта около 14 часов в Баранчах произошло ДТП с участием велосипедиста. По предварительной информации, 38-летний местный житель управлял автомобилем «Ситрейн» и двигался по улице Куйбышева. Вблизи дома номер 107 он совершил наезд на 64-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП последний госпитализирован. Проводится проверка. Днем 24 марта вблизи дома номер 19 по улице Тараса Шевченко произошло столкновение автомобиля «Лада» под управлением 72-летнего барановичанина, который осуществлял маневр разворота, и автомобиля «Тесла» под управлением 39-летней местной жительницы. От удара автомобиль «Лада» выехал на тротуар. В результате ДТП водитель «Лада» после оказания медицинской помощи отпущен домой. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Днем 23 марта 51-летний местный житель управлял автомобилем «Лада» и двигался по автодороге Н-274 «Баранович-Утес» в подъезд к автодороге Р-43 в деревне Богуши. По предварительной информации, на 17-м километре указанной автодороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение, после чего выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил столкновение со стоящим автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП водитель госпитализирован. Проводится проверка. В едва начавшиеся сутки 23 марта спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении в деревне Якимовичи Барановичского района. К моменту прибытия пожарных деревянный погреб горел открытым пламенем, а в результате пожара уничтожено хозяйственное строение, имущество внутри. Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается. Уважаемые граждане, МЧС напоминает, будьте осторожны с открытым огнем в окружении горючих веществ. Не выбрасывайте незатушенные спички и окурки. При разведении костров выбирайте безопасное расстояние в зависимости от погодных условий и размера костра. Берегите себя и своих близких. В Барановичском районе спасли от огня 100 тонн кормов. Пожар на объекте АПК произошел утром 23 марта. Несмотря на дождливую погоду, горела скирда соломы в поле у деревни Ядвись Барановичского района, принадлежащая ООО «Крошин». На пожаре работники МЧС и хозяйства спасено более 100 тонн кормов. В тушении было задействовано 4 единицы техники МЧС, один фронтальный погрузчик хозяйства. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К расследованию подключены сотрудники РОВД. В целях своевременного реагирования на пожары МЧС напоминает, если вы заметили задымление или загорание, не медлите. Действуйте решительно. Сообщите в службу спасения по телефону 101 или 112. Вечером 26 марта произошел пожар в частном жилом доме в деревне Стайки Барановичского района. Происходило открытое горение кровли дома. Угрозы соседним строениям не было. Дом жилой, деревянный, одноэтажный. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Электрифицирован. В результате пожара в нем уничтожена кровля на всей площади. Повреждено перекрытие, внутренняя отделка дома. Имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается. Чтобы обезопасить свое жилище от пожара, своевременно заметить и оповестить о задымлении, поможет установка автономного пожарного извещателя. Прибор прост в установке, работает от элемента питания типа крона, а дает громкий тональный сигнал в случае задымления. Днем 26 марта в отсутствии жильцов квартиры на 4 этаже в одной из 5 этажек на улице Жукова едва не произошел пожар. Оставленный без присмотра, включенный электроприбор на кухне, спровоцировал короткое замыкание в розетке. На этот раз загорание не привело к распространению огня по квартире, в отличие от недавнего пожара на улице Волошина, произошедшего 14 марта. К моменту проникновения спасателей в квартиру остался лишь едкий запах горелой проводки и незначительное задымление. Пострадавших нет. Пусть данный пример послужит уроком всем пренебрегающим правилам пожарной и электробезопасности. В целых предупреждения пожара в жилье, МЧС напоминает, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, даже без нагрузки. Ни зарядки от телефонов, ни платформы от электрочайников, ни бытовую технику в режиме ожидания. Следите за исправностью электропроводки. Монтаж электросетей должен проводиться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. В Барановичах осудили трех сотрудниц БПХО, которые, действуя в преступном сговоре, осуществляли хищение тканей на предприятии, причинив таким образом крупный ущерб. Барановичской межрайной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех работниц Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Им инкриминировано завладение имуществом, совершенное должностным лицом, с использованием своих служебных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Согласно материалу уголовного дела, Таркайло, работая в должности мастера участка, являясь должностным лицом, и с корыстной заинтересованности, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с Ефимович, работающей в должности аппаратчика, апретирования участка, и Кухтой, работающей в должности контролера, имея единый умысел на противоправное, безвозмездное завладение имуществом в крупном размере, злоупотребляя своими служебными полномочиями, в период времени с 1 сентября 2022 года по 19 июня 2023 года, находясь на своем рабочем месте, завладели хлопчатобумажной тканью на общую сумму 20 372 рубля 79 копеек, что и является крупным размером. Преступная схема была раскрыта в результате проводимой Барановической межройной прокуратурой проверки. В судебном заседании обвиняемые свою вину признали полностью. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных в суду доказательств личности обвиняемых, наличия смягчающих обстоятельств, а именно чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, добровольное возмещение ущерба, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд Барановичского района города Барановичи постановил в отношении обвиняемых обвинительный приговор. На основании части 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь Таркайла назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. Ефимович и Кухта назначено по части 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском товароматериальных ценностей сроком на 5 лет. В соответствии с частью 2 ст. 77 Уголовного кодекса Республики Беларусь к обвиняемым применена отсрочка исполнения основного наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. В Барановичах осудили мужчину за приобретение и хранение особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП. Судебное заседание проходило в выездном порядке. В Барановичской межройной прокуратуре поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Барановичи. Ему инкриминировано совершение незаконных без цели сбыта приобретения и хранения психотропных веществ. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 23 декабря 2023 года, будучи в состоянии алкогольного пьянения, находясь по месту жительства с использованием своего мобильного телефона, получил сведения от неустановленного лица о месте нахождения тайника с особо опасным психотропным веществом. Тем самым незаконно, без цели сбыта, приобрел и хранил особо опасное психотропное вещество Альфа-ПВП. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств о личности обвиняемого, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд Барановичского района и города Барановичи постановил в отношении 36-летнего жителя города Барановичи обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде двух лет, двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Суд также переменил к нему принудительное лечение от наркомании в соответствии с статьей 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Более того, обвиняемый при совершении данного преступления использовал свой мобильный телефон, поэтому данный телефон конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу. Учитывая, что заседание суда проходило в выездном порядке, с присутствующими проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения подобных правонарушений. Еще одно судебное заседание за приобретение и хранение наркотических средств состоялось накануне в Барановичах. На этот раз речь шла про марихуану. Барановичской международной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя города Барановичи. Ему инкриминировано в совершении незаконных без цели сбыта приобретения, хранения и перевозка наркотических средств. Согласно материалам уголовного отдела, обвиняемый 18 декабря 2023 года умышленно, незаконно, без цели сбыта, с целью личного потребления, приобрел и хранил при себе, а также по месту жительства, наркотическое средство, марихуану. В судебном заседании свою вину он признал полностью. С учетом позиций государственного обвинителя, представленных в суду доказательств личности обвиняемого, наличия смягчающих, ответственность обвиняемого вину, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд Барановичского района города Барановичи постановил в отношении обвиняемого обвинительный приговор. На основании части 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа. Приговор суда вступил в законную силу. Приговор суда не вступил в законную силу. Стоит отметить, что в 2023 году судом по ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь рассмотрено 19 дел. Из них 12 лицам назначено наказание в виде лишения свободы. С 2022 года двое жителей Барановичей проворачивали незаконные сделки с недвижимостью. В числе жертв оказались должники по коммунальным платежам. Идея бизнеса принадлежала 47-летнему горожанину. Чуть позже он вовлек 31-летнего знакомого. Вместе они подыскивали людей, у которых имелись задолженности по оплате коммунальных платежей и приватизационным выплатам. Вступив с ними в доверительные отношения, аферисты предлагали помощь в погашении задолженностей и продаже квартир. Впоследствии обещали приобрести более дешевое жилье и вернуть оставшуюся сумму. Оформив доверенности на свое имя, фигуранты продавали недвижимость добросовестным покупателям, а бывших хозяев квартир переселяли в дом с гораздо худшими условиями проживания и никаких денег им не выплачивали. Преступная деятельность сериалов пресечена в результате совместной работы следователей и сотрудников милиции. В настоящее время установлены двое потерпевших, чьими квартирами завладели бизнесмены. Ущерб от преступной деятельности составил более 90 тысяч рублей. Следственным управлением в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 209 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере Уголовного кодекса Республики Беларусь». С их участием проводятся следственные действия. Барановичским ГУВД устанавливается личность женщины. Мы просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении гражданки или располагающих какой-либо информации о ней, просят сообщить в Барановичский ГУВД по телефону 102 или 48 47 11. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин